Расцвет пробуждения с Хермесом Фалька-младшим. Распространение Евангелия в народах. Исцеление. Спасение. Чудеса. Свобода. Увидьте Иисуса в действии. Расцвет пробуждения с Хермесом Фалька-младшим. Привет и добро пожаловать на программу «Расцвет пробуждения». Это я, ее ведущий, Хермес Фалька-младший. Сегодня у нас очень интересная тема, поэтому не пропустите. Прошу вас досмотреть программу до конца. Мы будем говорить о том, что так дорого Божьему сердцу. Я верю, что Бог желает, чтобы его церковь пробудилась к реальности даров Святого Духа. Во-первых, я хотел бы подчеркнуть, что нигде в Библии не говорится, что дары Духа Святого предназначались лишь для первого века. Это огромная ложь, и враг использует ее, чтобы не дать возможности церкви двигаться в потоке Духа Святого. Но я верю в действие даров Духа Святого в наши дни. И не только потому, что об этом говорит Писание, но и потому, что мы видим проявление даров Духа Святого сегодня. К этому есть доказательства Писания, и также это доказано опытным путем. Я хочу коротко зачитать вам из Библии одно место. Это 12 глава 1-го послания к Коринфянам с 1-го стиха. «Не хочу оставить вас, братья в неведении, и о дарах духовных». Знаете, что когда вы были язычниками, то ходили к безгласным идолам так, как бы вели вас. Здесь апостол Павел говорит Коринфянам, что он не желает, чтобы они оставались в неведении о дарах Духа Святого. Мы сейчас с вами посмотрим один из уроков нашей онлайн-школы. Это всего лишь отрывок урока, который мы хотим вам показать. И если вы желаете глубже пойти в изучение духовных вещей, я вдохновляю вас подписаться на нашу онлайн-школу. Для этого вам нужно зайти на сайт, который вы увидите на экране. Это мощная школа, и ее уроки принесут вам огромное благословение. После этого урока вы увидите чудеса, которые творил Бог во время нашего служения в разных странах. Маленькая девочка была полностью глухой от рождения, но Бог открыл ее уши. Это произошло в Норвегии. Я говорю не об Африке, и даже не о Южной Америке. Я говорю о Норвегии, что в Европе. Я хочу поведать вам, что вы увидите в сегодняшней программе. Оставайтесь с нами. После того, как вы увидите отрывок урока и чудеса, я буду молиться вместе с вами, чтобы Господь высвободил свою силу и свое присутствие, вашу жизнь, вашу семью и где бы вы ни находились в это время. Может быть, вы учитесь, сейчас у вас сессия в университете, неважно. В это время Дух Святой будет помогать вам. Поэтому не уходите. Мы приступаем прямо сейчас. Мы так вдохновлены тем, что вы многому научились, что вам была передана сила, и вы получили знания на основании откровения Духа Божьего. Я верю, что это вас сильно благословило. Сегодня мы заканчиваем урок о дарах Духа Святого. Мы поговорим о дарах силы. Мы говорили о пророческих дарах, о даре пророчества, о говорении на языках. Мы говорили о слове знания, о слове мудрости. То есть мы поговорили о дарах откровения и дарах вдохновения. А сегодня поговорим о дарах силы, о том, как важно сегодня церкви двигаться в дарах силы, и о том, почему эти дары доступны для церкви сегодня. Существует три дара силы. Вы готовы записывать? Я перечислю вам три дара силы. Пожалуйста, запишите это. И мы посмотрим примеры этих даров Библии. Затем я помолюсь о вас и завершу эту серию уроков. Итак, три дара силы. Первый — дар веры. Второй — дары исцеления. И третий — чудотворение. Сюда, к чудотворениям, можно также причислить чудеса. Итак, дар веры. Дары исцеления и чудотворения. По мере того, как я буду объяснять вам, как проявляются эти дары, вы увидите, что эти дары действуют совместно друг с другом. Далее мы откроем вместе первое послание Коринфянам и посмотрим 12 главу, 9 стих. Здесь апостол Павел говорит о людях, помазанных Духом Святым на совершение чудес. Послушайте, я верю, что всякий верующий человек призван молиться за больных и использовать власть. «Однако, когда речь идет о дарах, касающихся чудес, как то дар веры, дары исцеления и чудотворения, речь идет об особом помазании на чудеса». Итак, посмотрим, что здесь сказано. «Иному вера, тем же Духом, иному дары исцеления, тем же Духом, и иному чудотворения». Напомню, это первое послание Коринфянам, 12 глава, 9 стиха. Вы знаете, это отличается от того, когда верующие, используя свою власть, молятся за исцеление больного. Например, однажды я был на чудесном служении, где Бог являл чудеса. Происходили просто невероятные чудеса. Люди, глухие от рождения, начинали слышать. Исцелились люди с искривленным позвоночником. Происходили исцеления серьезных болезней. И пастор был изумлен чудесами, которые там происходили. Он спросил меня о дарах Духа Святого для верующих. Он сказал, что хотел бы лучше понимать, как это происходит. И вот как я ему это объяснил. Я сказал, «Пастор, вы верите, что любой верующий может завоевывать души для Иисуса? Верите ли вы, что самый молодой верующий в Иисуса может привести души ко спасению? И мы должны их этому научить». Он сказал, «Да, конечно, я верю в то, что любой верующий может засвидетельствовать о Христе и привести человека ко спасению». Я сказал, «Великолепно. Я тоже в это верю». И вот я спросил его, «А верите ли вы, что есть люди, которые помазаны Духом Святым, приводить ко спасению огромное количество людей и их призвание быть евангелистом? Они делатели, высланные на жатву, и они в этом служении в полном времени». «Чтобы приводить массы людей к Иисусу, приводить их в Царство Божие». Это такие люди, как Рейхард Бонке и другие. «А вы верите, что есть люди, помазанные на это?» Он сказал, «Ну, конечно, я верю в такое призвание для людей». Я сказал, «Но это не исключает возможности обычному верующему евангелизировать на личном уровне». Он согласился со мной. «Так же обстоят дела и с исцелением». Я сказал, «Я верю, пастор, что мы должны учить верующих молиться за болью». И они увидят результат. Они будут применять свою власть и увидят чудеса. Но есть люди, помазанные на то, чтобы поднять это на высокий уровень. Они помазаны, чтобы производить огромное количество знамений и чудес по всему миру. Он сказал, что понял ход моих мыслей. И вы также должны понять, что исцеление доступно каждому верующему, кто решился сделать шаг в эту реальность. Но есть люди, помазанные, производить чудеса Духом Божиим на более высоком уровне в широких масштабах. Это происходит, когда они приобретают дар Святого Духа. Во-первых, я хотел бы рассказать, что такое дар веры. Апостол Павел говорит здесь, «Иному вера тем же Духом, иному дается вера тем же Духом». И речь идет именно о даре веры. Она отличается от веры для спасения. И тут, позвольте-ка, я объясню. Та вера, через которую мы получили спасение, придя ко Христу, отличается от дара веры. Как именно отличается? Я покажу вам. Он говорит здесь о даре веры, то есть об особом, сверхъестественном даре веры в конкретный момент. Это сверхъестественный вид веры, который дается в конкретный момент времени, чтобы что-то воспроизвести. Вот что означает дар веры. Я покажу вам несколько примеров из Писания, чтобы вы увидели практическое применение этого дара. Предположим, вы видите ситуацию, которую, кажется, невозможно решить естественным образом. Но в этот момент к вам приходит сверхъестественный дар веры. И вы чувствуете, что сейчас произойдет, прежде чем это произошло. И вы можете провозгласить эту реальность и видеть, как происходят чудеса. Один из таких примеров Писания мы видим, когда Иисус воскресил Лазаря. Он действовал в даре веры. Лазарь был мертв уже четыре дня. Его тело разлагалось и был уже смрад. Но, когда пришел Иисус, Он знал, что собирается сделать, Он знал, что войдет в эту ситуацию. Он действовал в даре веры, в сверхъестественном даре веры в определенный момент. И Он сказал, а теперь отодвиньте камень. И когда Он произносил «Лазарь, выходи вон», Он действовал в даре веры, высвобождая этот сверхъестественный дар в этот конкретный момент. И Лазарь вышел из гробницы, воскресшим из мертвых. Произошло потрясающее чудо, которое сильно встревожило всех врагов Иисуса. Они не могли отрицать факт происходящего. И некоторые фарисеи даже хотели убить как Иисуса, так и Лазаря. Они были так разгневаны этим чудом, что решили расправиться с ними. Хотели убить их обоих сразу. Настолько их разгневало это чудо. Вместо того, чтобы склониться и признать Иисуса, они еще больше на Него разозлились. Итак, Иисус действовал в даре веры. И еще один пример, теперь уже из Ветхого Завета, это пример Ильи. В послании Иакова говорится, Илья был человек подобный нам. Он был из плоти и крови, как и мы с вами. Но Илья был пророком Божиим. Он действовал в даре веры. И Слово Божие говорит, что он закрыл небеса на три с половиной года. Не было дождя по слову его. Он снова помолился и опять пошел дождь. Опять же, все по слову этого человека. И это удивительно. То есть вы видите, что дар веры действует как сверхъестественный дар дерзновение, сходящее на человека, при котором он что-то провозглашает и исповедует в определенный момент времени. Илья повелел, чтобы дождь прекратился. Он был всего лишь человеком, но человеком, действующим в даре веры. Он смог смело заявить, что на протяжении трех с половиной лет не будет дождя. Точнее, он сказал, что не будет дождя, пока он не скажет слова и не пойдет дождь. И Библия говорит, что дождя не было целых три с половиной года, пока Илья не произнес слово, действуя в даре веры. И тогда снова пошел дождь. Именно так можете действовать вы, вы можете смело провозглашать в свою жизнь. Выйдите из зоны комфорта, увидьте Иисуса в действии и будьте частью этого. Присоединяйтесь к нам в миссии чудес в Бразилии 2017 с Хермесом Фальхом Ладшем и Чарли Шемпом с 1 по 9 июня. Вы увидите чудеса, спасения, сострадания бедным, а также служения детям. Давайте делать историю вместе. Зарегистрируйтесь прямо сейчас на сайтах, адреса которых вы видите на ваших экранах. destinyencounters.com Расскажите, что произошло с вами. Спасибо, Иисус, ты коснулся меня, ты меня исцелил. Но что у вас было? Расскажите нам. Многие годы были боли в голове и шее после ужасной аварии. Очень болела голова, очень сильно и шея. Это последствия аварии, да? Бог исцелил меня, я славлю тебя, Господь. Славьте Господа за его исцеление. Спасибо тебе, Иисус, спасибо. Бог явил свою славу на вас. Иисус, спасибо, Иисус. Я люблю тебя, Господи, я так люблю тебя и благодарю. Спасибо тебе, мой Господь, я люблю тебя, Господь. Когда произошла эта авария? В октябре. По шкале от одного до десяти, насколько сильной была ваша боль? девять или десять. То есть очень острая боль. Закройте глаза, и теперь только посмотрите. Посмотрите на это. О, слава тебе, Иисус. А теперь скажите, боли нет? Нету боли. Что вы почувствовали во время молитвы? Как будто кто-то прикоснулся ко мне вот здесь. Вы были в самом конце зала, да? Да. Вы ощутили, что кто-то вас коснулся. Я правильно вас понял? Что произошло? Исчезли опухоли. Она сказала, опухоли в груди. У нее полностью исчезли. А сколько опухолей у вас было? Вспомните. опухоли. Две опухоли в груди. Прославьте Господа своим свидетельством скажите, что произошло потом с вами? Во время молитвы у меня сильно запекло в груди и обе опухоли просто исчезли. Они исчезли. Вот это да! Слава Иисусу! Слава Иисусу! Вы счастливы? Спасибо Иисус! Как долго у вас были эти опухоли? Пять лет были опухоли у меня. Что целых пять лет представляете? Пять лет у нее в груди были две огромные опухоли. Скажите, а какие они были у вас по размеру? Такие или такие? Я точно не могу сказать, какие они были. Но вы их могли начупать? Я всегда их ощущала. И сейчас их нет? Сейчас нет. Кто вас исцелел? Иисус меня исцелил. Иисус! Бог слышит молитвы и открывает уши глухим здесь, в Норвегии. Нет, нет, вы не слышите. Я говорю, Бог открывает уши глухим в Осло, в Норвегии. И это сделал Иисус, которого мы проповедуем тут. Только посмотрите, теперь она слышит. я буду хлопать, а ты давай повторяй за мной. Халилуя! Вы счастливы? А мы были знакомы с вами раньше? Нет. Может все это подстроено как-то? Конечно нет. Я вам что-то заплатил? Какие-то деньги? А сколько лет она не слышала? Семь лет ей. Она родилась глухой? Да, да, глухой. Она родилась глухой. Она не слышала от самого рождения. Ох, халилуя! Иисус исцеляет глухих здесь, в этом городе, в Осло. Это чудо, которое сотворил Бог. Он сделал это не ради славы человека, но ради славы Иисуса Христа. Смотрите, она кивает. тебе еще предстоит научиться говорить. Ты будешь все понимать. Она родилась глухой. Вот это да! Бог подтверждает свое слово чудесами и знамениями, которые сопровождают проповедь слова. Если мы говорим о чудесах, то чего же нам ожидать? Нам стоит ожидать чудес от Бога. Вы слышите меня? Она так взволнована. Халилуя! Халилуя! Ты счастлива, детка? Да! скажи Иисус! 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 Ее уши открылись! О, Иисус! 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 Спасибо, Иисус! Спасибо, Иисус! Спасибо! Спасибо! Come here. What are you feeling? Can you tell us what's happening with you? Что происходит с тобой? Ты не знаю. это слава. Она даже не может говорить. Субтитры делал DimaTorzok Все это говорит о том, что любовь Иисуса Христа течет в жизнь людей. Поэтому так важно учить людей Слову. Учить и подтверждать чудесами. Когда мы изучаем Слово, это производит в нас веру. Библия говорит, что вера приходит от слышания, а слышание — от Слова Божьего. Поэтому мы должны питать себя верой через Слово. И тогда мы будем расти. Я вдохновляю вас записаться в нашу онлайн-школу. Вы видели всего один отрывок урока. У нас для вас много разных уроков. У нас учатся студенты из самых разных стран мира. Они возрастают в Господе и получают вдохновение выходить на новый уровень Духа. Мы получаем истории от наших студентов о том, какое это для них благословение. И мы хотим, чтобы вы стали частью этого. Вы можете зарегистрироваться на нашем сайте. Цена очень доступная. В какой бы стране вы ни жили, если вы говорите на английском или португальском, наши уроки будут вам полезны. В будущем мы хотим перевести уроки на русский и финский языки, но пока наши уроки есть на английском и португальском. Поэтому если вы говорите на одном из этих языков, то вам очень понравится эта школа. Свяжитесь с нами по имейлу или зарегистрируйтесь на нашем сайте. И также не забудьте присоединиться к нам этим летом в нашем Крусейде в Бразилии. Не пропустите это событие. Это будет очень сильно. Бог будет двигаться среди бедных людей, двигаться в церкви и на улицах. Это будет потрясающим. А сейчас я хотел бы помолиться о вас. Я хочу помолиться об излиянии Божьей силы и помазании в вашу жизнь, чтобы вы не останавливались на чем-то меньшем, чем то, что обещает Божье Слово. В Слове Божьем так много обетований, и я не хочу, чтобы вы их пропустили по неведению или из-за недостатка веры. Я хочу помолиться о вас прямо сейчас. Пожалуйста, склоните ваши головы, и давайте соединимся вместе в Духе. Отец, я молю тебя во имя Иисуса за каждого человека, кто смотрит эту программу. Я молю тебя за всех моих друзей по всему миру, чтобы они приняли свежее помазание от Духа Святого прямо сейчас. и чтобы то, что они услышали в ходе урока, чтобы те чудеса, которые они видели, вдохновили их войти в новую реальность. Я молюсь о тех, кто просит себя о свежей встрече с тобой, кто устал от религиозной и традиционной проповеди, кто хочет пойти выше, основываясь на Библии, но также переживая на своем опыте доказательства действия Духа. Я прошу, чтобы ты им это даровал и удовлетворил голод их души. Во имя Иисуса коснись больных людей и освободи измученных. И пусть придет Царство Твое к тем, кто сейчас смотрит эту программу. Во имя Иисуса я молюсь об этом. Также, друзья, я хочу вам напомнить, что именно благодаря поддержке таких людей, как вы, мы можем продолжать проповедовать Евангелие по всему миру. Мы ездим в миссионерские поездки, помогаем бедным, проводим крусейды и конференции, работаем со СМИ. На все это требуются финансы. Мы знаем, что Бог — наш обеспечитель, но Он использует тело Христа, чтобы давать необходимые средства. Я верю, что вы — один из тех, кто призван помочь этому служению достигать людей Словом Божиим и распространять Евангелие Иисуса Христа. Поэтому я хотел бы вдохновить вас посеять семя уже сегодня. Зайдите на наш сайт и станьте нашим партнером. И это принесет в вашу жизнь огромные благословения, которых вы не видели доселе. Я благословляю вас сегодня. Спасибо, что вы с нами. Увидимся в следующей программе. Выйдите из зоны комфорта. Увидьте Иисуса в действии и будьте частью этого. Присоединяйтесь к нам в «Миссии чудес в Бразилии-2017» с Хермесом Фальком-младшим и Чарли Шэмпом. С 1 по 9 июня. Вы увидите чудеса, спасение, сострадание бедным, а также служение детям. Давайте делать историю вместе. Зарегистрируйтесь прямо сейчас на сайтах, адреса которых вы видите на ваших экранах. destinyencounters.com Расцвет пробуждения с Хермесом Фалька-младшим Распространение Евангелия в народах Исцеление Исцеление Спасение Чудеса Свобода Увидьте Иисуса в действии Служение Служение Расцвет пробуждения С Хермесом Фалька-младшим Иисус Фалька-младшим Распространение Распространение Продолжение следует...